15 сентября 2021 года руководство проекта Polyplay внесло в черный список Play-адрес Gate.io, оставив сообщество без возможности вносить или снимать токены Play с платформы Gate и препятствуя нормальному функционированию криптовалютных рынков. В результате безрассудных властных действий Polyplay и в целях защиты сообщества Gate.io приостановило торговлю и прекратил торговлю Play. Это называется делистинг, когда криптовалюта удаляется от биржи и больше не доступен к торговле. Причина этому может служить различные факторы, например, когда криптовалюту взломают или разработчики нарушают правила торговли. После удаления от биржи криптовалюта потеряет в цене. Поэтому надо всегда быть в курсе новостей криптомира и не вкладываться в неприбыльную валюту, иначе вы останетесь без средств. Защититься от полной потери криптоактивов вам поможет площадка Gate.io и его сервисы. Это огромная экосистема и один из ведущих площадок для трейдинга криптовалюты. Но помните, ваши средства только в ваших руках, так что будьте осторожны. При размещении коина крупные площадки предъявляют криптопроектам высокие требования, действующие весь первое сотрудничество. Если разработчики с цифровых валют перестают следовать их правилам, то владельцы платформы для трейдингов вправе рассматривать вопрос остановки торгов. Например, когда у криптовалюты очень маленький объем торгов, анонимность и ненадежность. Биржи зарабатывают на комиссиях с торговых сделок. Иногда цифровые валюты становятся неинтересны инвесторам и трейдерам, что приводит к снижению объема торгов. Если определенный актив не покрывает расходы криптоплошадки на его содержание, то это становится основным для телестинга. Криптовиржи часто проводят листинг с цифрового актива компании, которая активно развивается на рынке и поддерживается сообществом. Но иногда перспектива оказывается краткосрочным, а уровень капитализации со временем падает. Тогда платформа часто разрывает сотрудничество и снимает криптовалюту с торгов. На рынке с цифровых денег такая процедура нередкость, особенно на крупных площадках. К примеру, Gate.io снялась с трейдинга с Nike в виде его ненадежности. Эта валюта очень сильно колебалась в цене и задавала не очень хорошее настроение в рынке. Поэтому биржа постепенно провел телестинг. Единственный выход – скорейшая продажа. Новости в интернете разлетаются с высокой скоростью, поэтому курс обваливается быстро. Криптобиржи оставляют за собой право осуществлять приостановку торгов любого цифрового актива. Процедура проводится только после предупреждения трейдеров и инвесторов. Причины делестинга криптовалют бывают разные, а иногда вовсе не называется. Чтобы не потерять деньги на инвестициях, нужно изучить проект, следить за его развитием, а также уровнем капитализации. Следующий фактор, возможно, станет причиной делестинга. Если увидите такие факторы у криптомонет, пожалуйста, обойдите их стороной. Вероятность взлома биржи. При листинге проводится полный аудит кода, токена или монеты. Однако их разработчику могут написать вредоносный алгоритм позднее и выпустить с ним обновление. Поэтому аудит осуществляется повторно с каждым внесением изменений в код блокчейна. Риск атаки на блокчейн сеть проекта. Из алгоритма достижения консенсуса Poof of Ur биржа может потерять деньги. Если злоумышленник будет контролировать большинство вычислительных мощностей для создания блоков и обрабатки транзакций, то он сможет навредить сети. Данная увеземость называется атакой 51%. Злоумышленник будет способен пополнить баланс биржи, отменять эту транзакцию в сети, а потом повторно внести депозит той же криптовалеты. Поэтому монеты с низкой капитализацией, основанные на пол, удаляют. Основная тема ролика закончилась, а теперь интересны факты, которые возможно вас сумеют удивить. Правовой статус криптовалют различается в разных странах. Так в Японии еще в 2017 году признали биткоин платежным средством. Этой валютой можно расплачиваться в некоторых магазинах, включая онлайн-площадки, в салонах красоты, кафе и ресторанах. В 2017 году криптовалюта получила официальный статус и в республике Беларусь. Президент страны Александр Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики, который разрешил гражданам покупать, продавать, обменивать и дарить криптовалюту, а также заниматься ее добышей. Эта деятельность не считается предпринимательством и ее не требуется декларировать. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии в Gate.io, а также можете отправить заявку на листинг своей монеты. А также рядом находится ссылка на телеграм-канал Ростиксона. Переходите, подпишитесь и будьте в курсах новостях криптомира. Как я говорил вам раньше, это поможет вам заработать больше в криптовалюте. Не забывайте, информация это инструмент успеха, особенно в нашем цифровом мире, конечно, если вы хотите заработать в криптовалюте. Субтитры сделал DimaTorzok